Чем ещё оно хорошо для блюда на каждый день, оно готовится быстро. Очень удобно для работающих даже женщин на ужин готовить чехотбиль. Чехотбиль. Это блюдо кавказской кухни. Да. Давно вы его готовите? Давно. Вычитала рецепт в тетради своего отца. У меня в наследство от него остались две общие тетрадки. В 50-х годах он учился на кока. Он служил сразу в послевоенное время на Балтике. Его послали учиться на кока. И когда он учился, у него очень красивый каллиграфический почерк, то вот эти тетрадки достались мне в наследство. И практически вот этот рецепт я нашла в его тетрадке. А он так коком и работал? Или это была срочная служба? Это была срочная служба в послевоенное время. А работал он... Он был у меня строителем. Работа была тяжелая, поэтому дома он готовил в основном только в праздничные дни. Мама на кухню не входила. Я помню, в 10 проснешься, стол уже накрыт. И все готово. Это папа с самого утра, да, вставал, готовил и накрывал стол, особенно на майские дни. А теперь кто готовит? Я готовлю. Сколько вы тратите на еду обычно денег? Ну, это по-разному. Ну, вообще, я считаю себя экономной хозяйкой. Ну, вам хватает 500 рублей на обед? Мне 500 рублей в среднем хватает где-то на 2 дня. А как вы будете делать овощи? Овощи? Просто тушить их в небольшом количестве масла в собственном соку. Ну, заправлю лимонным соком, добавлю зелень и приправы. Так, и что вы сейчас будете делать? Мы ждем сейчас, пока я дорежу курицу, да? Да, я жду курицу. Мне надо ее на разогретую... Сковородочку, эту самую... Да, ну, сковородочку, скажем так. Я почти готов. Хорошо. А вы можете пока, я не знаю, дорезать лук. Я решила, да, я решила еще одну луковичку взять и подрезать. Мне нравится процесс приготовления. И даже когда я вычитываю какие-то рецепты, я никогда не следую вот каждой строчке. Обязательно что-нибудь от настроения все зависит. Или приправу какую-то другую, или еще что-то. Тут могу какой-нибудь другой продукт добавить. И никогда ничего не испортили? Ну, почему? Неудачи бывают всегда и во всем. Неудачи у меня очень долго были с тестом. Вот тесто, это вещь такая очень капризная. И когда я училась печь пироги, вот тогда у меня бывали случаи, когда тесто у меня не получалось. И я расстраивалась. Но отрицательный результат, это тоже результат. Ой, как хорошо. Ворчи. Спокойно. Рассказывайте. Разогрели сковородочку, разогрели масло. Кладем сюда курицу. Почему у нас высокий бортик используется? Творотка такая высокая, почти кастрюлька. А большая курица. Так. И, ну знаете, чтобы через край не выплескивалось. А потом здесь все-таки добавочки будут. Там собственный сок, лимонный сок. То есть это все получится такое. Знаете, это второе блюдо, но его можно и как первое. Оно с большим количеством... Жидкости. Жидкости. Бульон у нас. Теперь я вот. Сразу, не дожидаясь, не обжариваясь. А я же говорю, что у меня свой рецепт, поэтому я и ждала мясо. Какой целью вы сразу кладете лук, не дожидаясь, пока обжарится курица? Это имеет какой-то смысл или... Просто сейчас это будет прожариваться, и лучок сверху на курочку будет вот так вот. Это вот один из вариантов. Понял, не буду вам мешать. Раздел «Светская хроника» в газетах, журналах или на телевидении всегда пользовался популярностью. Нам, простым смертным, любопытно, как живут звезды. И в частности, что они едят. А в нашей программе звезды еще сами готовят. Очень крупный, точнее, крупный кусок. Это замечательная брынза, но я думаю, что мы тоже одним не ограничимся кусочком. Добавим туда два крупных куска. Это потрясающе вкусно и потрясающе красиво. И заправляем мы всю эту красоту, конечно же, оливковым маслом. Ну вот, наше первое блюдо готово. Как вы заметили, времени для его приготовления потребовалось совсем немного. Продлите, пожалуйста, свое лето, и пусть в ваших сердцах живет всегда солнце. Пожалуйста, что у нас сегодня на обед? Ну вот пытаюсь обед приготовить из трех блюд. Салатик, супчик горячий. Салатик будет у нас листовой. Вот мы купили такой, чтобы уложиться. Нормально. Да, ну, зеленушечки так купили. Точно своих не прибавляли? Даже рук или нет, своих не прибавляли. Собственно говоря, я волновался перед тем, как я пойду на рынок. Я никогда ничего не покупаю. Может, что-нибудь подарили, нет? Нет, подарили лимон, потому что зелени купили много, а вот лимон подарили. Вы не ходите на рынок вообще? Нет, у нас есть экспедитор. Вы говорите о ресторане, а дома? Повседневной жизни. Дома вы не готовите? Повседневной жизни, ну, у нас, я прихожу домой, все куплено. Хотя я пытаюсь облегчить женский труд максимально. Не всегда получается. Я прихожу, и куплено. Зачем купил, зачем столько принесла? Вот так. А жена дома готовит или вы? Нет, я стараюсь дома готовить. Правильно, женщинам нельзя поручать таких... Да, 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 к плите вообще это не... Таких, да, деликатных вещей, как готов. Только, чтобы таскала сумки тяжелые. Дискриминация получается. Тяжелые сумки, чтобы таскала с рынка. А готовить уже дело мужское. Так покупает уже. Это правильно. Она понимает, что я работаю, она у меня домохозяйка. Понятно. Ну, давайте начнем, я что-нибудь подрежу, подруглю. Ну, давайте грибочки тогда можно порезать. Так. Это самое шампиончики. На что мы их режем? Ножки срезаем. Ой, как хорошо работать острыми ножами. Так вот морковочку мы потом в пюре пустим. А скажите, вот то, что мы сейчас готовим, вы дома это готовите? Вы знаете, не всегда. Хотя курицу жена любит, я как-то люблю больше колбасу. А вот этот обед, который сейчас вы готовите, он полезный? Я думаю, да. Потому что сейчас мы будем вообще использовать минимум всяких приправ и специй. У нас нет никаких бульонов. А грибы у нас для супа? Грибы для супа. Грибы, картошечка. А морковочка, лукчок. А морковочка тоже для супа. Вот морковочка, так, карбуем немножечко. Ага, у нас будут звездочки такие. У нас звездочки. А какое блюдо самое дорогое в сегодняшнем обеде? Куриная грузка. Куриная грузка. Куриная грузка, вот 7-4 рубля отдали. А плюс еще тут овощи, перец пойдет сюда. Дороговато на обед, конечно. Целых 2 евро. А как вы себя на рынке с сумками ощущали? Нормально. Понравилось? Ну, ничего там. Ничего, справились. Ну, не привычно, конечно. Ну, справились. Что вы будете дальше делать? Ну, вот сейчас я все порежу, вот этот сам грибочек обжарю. Оба наших героя сегодня проявили себя экономными хозяевами. Они умудрились закупить продуктов к обеду всего на 500 рублей, даже меньше. Правда, вопрос еще, что из этого выйдет. Узнаем в финале программы. Пока же предлагаю освоить азы экономии от нашей телевизионной хозяйки. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень экономное блюдо. Это желудочки с соусом карри. Для этого нам понадобятся куриные желудочки, предварительно сваренные, репчатый лук, сметана, подсолнечное масло и карри. Куриные желудочки – это один из самых недорогих продуктов питания и также диетически полезный. Мы сварили их отдельно, уже в подсоленной воде, со специями, и они у нас готовы для дальнейшего приготовления. Нам останется только на раскаленную сковородку налить масло и обжарить в нем лук. Наливаем масло и сыпем лук. Нет смысла объяснять, как обжаривать лук. Каждая хозяйка с этим справится. Лук жарим до золотистого цвета. Наш лук обжарился, теперь необходимо положить желудочки. Нужно делать все очень быстро, так как желудочки имеют свойство при обжаривании стрелять. Помешаем желудки с луком и тут же накроем крышкой, чтобы они у нас немножечко потомились. Через 2-3 минуты останется добавить только полстакана сметаны. Положим сметану, размешаем. Огонечек можно убавить, чтобы наши желудочки не жарились, а тушились. Здесь блюдо у нас получится диетическим. Буквально сразу, как только мы положили сметану, помешали, можно добавить карри, накрыть крышкой и фактически наше блюдо готово. Карри придаст особую пикантность нашему блюду и напомнит людям, которые были в Индии, традиции индийской кухни. Осталось выложить куриные желудочки на красиво оформленную тарелочку. Вкусное, диетическое, недорогое блюдо готово. Приятного аппетита! Пытаемся пожарить. А это у нас будет такое пюре из картошки с морковой. Делаем пюре из курицы. Так, а вот грибы еще здесь остались. А это пойдет птицы. Немножко добавим. Вода закипает, можно, наверное, добавить. Дома много времени уходит на готовку? Я люблю готовить, это мое хобби. Мне нравится резать. Разрежу помидор, могу десятками минут делать. Просто резать помидор для салата. Нравится. Я понимаю, но на вопрос не ответили. Много времени уходит или нет? Зависит все от желания. Если что-то сделать на скорую руку, куда-то спешишь, то это, безусловно, надо делать быстро. А можно экономить на продуктах? Все зависит от того, кто что любит, от потребностей. Ну, нужно себе в чем-то отказывать. Я повар, а значит, я люблю покушать. Для себя, для любимого. Для себя, для любимого. Ну, почему бы нет? Я считаю, что павел должен любить кушать. Значит, не экономить. Ну, вы понимаете, как. Деньги не желаете на это дело, да? Получается, что мы экономим. А вот я пять дней работаю. Два у меня выходных, на работе нас кормят. Так что экономия такая получается. А жена совсем дома не готовит? Ну, когда она одна и приходится готовить для себя. Готовит. Картошечку там варит. Критикуйте ее, она. Что вы? Нет, не входит. А зачем? Если она скажет, что она что-то делает лучше меня, хотя я профессионал, я не спорю. Хорошо, дорогая. А пассеровочку не пора? Нет, еще картошка сварится, добавим, все, чтобы она схрустела немножко. Так, ну еще надо тогда для соуса приготовить. А солить вы будете потом, в конце? Потом, за три минуты. Игорь, а вы когда покупаете продукты, этикетки читаете? Обязательно. Это уже на автомате. Срок реализации, чтобы было на этикетке написано по-русски, вот это надо обязательно смотреть. Ну, учили нас читать после советских времен, чтобы все было качественно. И потом, я же принимаю продукты. Повар это, как врач, я могу отравить, сам не зная того. Те, кто не читают этикеток, на самом деле просто недооценивают их значимости. Ведь только благодаря этикеткам мы можем узнать, что, например, находится в бутылке масло или смесь жиров. Что еще полезного пишут на упаковках? Давайте послушаем специалиста. Конфеты, печенье, жевательная резинка, мороженое – все это сладости для наших детей. Покупая сладости для детей, внимательно читайте этикетку. Обратите внимание на детских сладостях надпись «Со вкусом». И далее идет фрукт или ягода. Но эта надпись сама по себе означает, что не содержится этот продукт в детском питании, а содержится вкусовая добавка или ароматизатор, который соответствует вкусу данного фрукта. Посмотрите, Е-пищевые добавки. Е-954 – это заменитель сахара. Е-951 – аспартам. Известный заменитель сахара, который присутствует в газированных напитках. И часто именно газировкой перекрываем мы дневную норму потребления сахара. Она от 50 до 100 грамм. Для визуального ряда кусочек рафинада – это 7 грамм. И в пол-литровый газированный напиток, который потребляют наши дети, это может быть до 18 кусочков сахара. То есть единственное требование к безопасности для всех этих неизбежных, потому что вкусных и любимых детьми продуктов – это дневная норма потребления. Это заготовочки для второго блюда, вот всё уже нарезано. Эти заготовочки я режу очень крупно. По той простой причине, что они, когда готовятся, не разваливаются. Что касается нашего первого блюда, то смотрите, вы спросили, почему вы не обжариваете. Вот я не обжариваю, но смотрите, вот как всё красиво. Всё вот так вот. И равномерно всё готовится. А когда обжаривают некрасиво? Ну, это долго. Понял. Вот каждый кусочек обжарьте, да, а потом вот лучок питается. Ну, ещё быстрее было бы съесть эту курицу сырой. Вот, а сейчас идёт сюда следующий компонент. Это кто же? Это помидоры. А здесь мы будем сейчас овощи, да? Да, будем овощи крупными. Ну, начнём мы по жёсткости. Я обычно кладу сначала лук, следующим заходом, болгарский перец, помидоры, как правило, в конце. Вы любите готовить, да? Ой, я люблю. Как готовите? О чём вы думаете? Мне вообще всегда надо думать только о хорошем. Надо любить именно то, что ты готовишь. Надо любить тех, кому ты готовишь. Какое первое блюдо вы приготовили в жизни? Я стала готовить, наверное, вот только когда замуж вышла. Ну, может быть, так, ну, картошку, яичницу. Но мне кажется, это уже каждый школьник в школьном возрасте готовит. А вот тут лучок, который вы сейчас вот нарезали. А этот пойдёт вот, ну, тот должен быть мягким, а этот с хрустиночкой, незадолго, то готовьте блюдо, вот когда вот уже. Понял, понял. Поэтому это в таком готовом виде здесь лежит и ждёт своей очереди. А сейчас вот туда немножечко я буду отправлять перец. Накрывать я не буду. Конечно же, красиво, когда перец разного цвета. Ну, буду ждать, потому что следующие идут уже помидоры с зеленью. Баклажаны тоже сюда пойдут, да, позже? Да. Принято считать, что полезные и качественные продукты – это непременно дорого. А то, что дёшево, то и не полезно. Миф это или соответствует действительности. После рекламы – абсурд. Есть не сказать больше. И мы салаты заправляют, и горячее блюдо, да и даже просто на бутерброд мажут. Некоторые готовят майонез сами, дома. Это выходит дешевле, и надо полагать, полезнее, чем магазинный. Так ли это? Какой майонез выбирать? Давайте посоветуемся со специалистом. У нас в студии диетолог, аллерголог Евгения Степановна. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Какой майонез полезнее? Майонез, в принципе, вообще врезен или полезен, если рассуждать, то правильно приготовленный майонез, который в классическом рецепте состоит из желтков и оливкового масла, может, с небольшим добавлением специй, алкоголя, ещё каких-то ингредиентов, горчицы. Он полезен в умеренном количестве. А желтки? Желтки, чистый холестерин. Ну, они не только холестерин содержат, потом они содержат полезный холестерин. Холестерин не только участвует в образовании, в формировании атеросклероза, но также ещё приносит пользу нашему организму. Потому что, ну, например, холестерин участвует в формировании милиновых оболочек нервных волокон. Поэтому холестерин, конечно, необходим. Другое дело, что он должен усваиваться. Как раз в желтке он находится в такой форме, в которой он хорошо усваивается. Плюс ко всему, в желтке содержится большое количество витамина, в том числе витамин Д, как хорошо известно деткам, особенно тем, которые рождаются в осенний, в зимний период. Тем, которые более страдают рахитом, мы в первую очередь стараемся, ну, одним из первых прикормов, вводить желток. Поэтому в майонезе, если правильно приготовлено, там, оливковое масло и желток, то есть жирростворимый витамин Д как раз в хорошей уже форме подаётся. Давайте рахитичным детям давать майонез. Майонез сразу нельзя, потому что тяжеловаться. Пусть маленько подрастут, да? Конечно. Всё-таки для того, чтобы... Ну, майонез – это соус, да? Соус должно быть достаточное количество в блюде, чтобы было вкусно. Для того, чтобы приготовить майонез, всё-таки идёт очень много желтков и достаточно много оливкового масла. Вреден майонез или полезен? Всё-таки вот... Или кому-то вреден, кому-то полезен. Можно ли говорить о том, что кому-то майонез полезен? Если майонез домашний, здоровому человеку, ну, скажем, после трёх лет, в умеренных количествах, два-три раза в неделю, он полезен. Майонез является желчегонным, таким хорошим продуктом, вот, поэтому людям, страдающим заболеванием желчного пузыря, не стоит, пожалуй, его употреблять. Также его не стоит употреблять на ночь. Вот, если у человека в желчном пузыре есть камень или воспаление, да, отёк вызывает сужение протока, просвета желчного пузыря, вот, то вы стимулируете желчное отделение, она пытается выйти, вот, и не может. Это вызывает увеличение давления на поражённую область и вызывает боль, чувство боль. Возвращаемся к майонезу. Человек заботится о своём здоровье и любит майонез. Я всё-таки такому человеку рекомендую готовить его в домашних условиях. Сделать это совершенно несложно. Вот, рецепт известен, прост, можно, тем более, творчество. А сырой желток? Вот, сырой желток, чудесно, если яйцо свежее, если оно из магазина, там стоит клеймо производителя, что, ну, там, не заражённое с лимонолиозом, то есть, может быть, уверенно, что оно качественное. Вот, или же от домашней курочки, от бабушки, в качестве яиц, которые вы уверены, они, ну, конечно, получаются ещё вкуснее, это блюдо. А майонез, который вы покупаете в упаковке такой, ну, основной, да, для широкого употребления, вот, практически не содержит яиц, там, яичный порошок используется, очень много с этих загустителей, уксус, как правило. Да, молочный порошок, то есть, он натуральным продуктом не является. Сейчас популярны низкокалорийные виды майонеза. Они сильно отличаются от обычных, оливковых? А, безусловно, по вкусу отличаются и по качеству тоже. Вот, тот майонез, который, как правило, низкокалорийный, гипоалерген, ещё вы называете несправедливо, вот, как правило, не такой вкусный, вот, а поскольку по вредным качествам, например, он так приближается к майонезу обычным, то, на мой взгляд, нет принципиальной разницы для человека, если он ест, там, не литрами, а в качестве заправки используют готовый майонез, там, в небольших дозах, то, если вкуснее майонез обычный, можно его использовать. Значит, резюме у нас какое? Детям после трёх лет майонез можно, если он приготовлен в домашних условиях, и людям вообще нормальным нужно готовить майонез дома. Конечно, это просто, это вкусно, это очень интересно. Я благодарю Евгению за полезный совет. Картошка, одна морковка, луковица, сыр, столовая ложка муки, сливки, небольшой кусочек сливочного масла, соль и сахар. Итак, для начала порежем и поставим вариться картошку и морковку. Теперь поставим вариться. Пока овощи варятся, мы нарежем печень и лук. Я беру красный лук, потому что основные ингредиенты нашего блюда, они уже практически приготовлены. И для того, чтобы лук особо не отличался по консистенции от них, я взяла мягкий красный лук, потому что он приготовится гораздо быстрее. И он отличается мягким вкусом, потому что репчатый лук обычный, он будет готовиться очень долго и будет жёстким. Лук мы режем тонко, всё для того же, чтобы он хорошо приготовился. Лук пока складываем в тарелку. Печень нанезаем небольшими кусочками в свободной форме. Вместо печени вы можете воспользоваться отварным мясом, курицей. Ингредиенты этого блюда, например, овощи, вы можете спокойно менять. Вместо картошки кабачок, также можно, я думаю, и тыкву. Пробуйте, экспериментируйте. Сейчас мы дорежем печень и положим её на дно формы. Овощи сварились, теперь мы почистим их и порежем. Сейчас, конечно, картошку не очень удобно чистить, и логичнее было бы, конечно, почистить её до отваривания. Но, как вы знаете, под шкуркой овощей сохраняется больше витаминов. И поэтому я никогда не чищу ни картошку, ни морковку. Итак, картошку мы практически дочистили. Будем стараться, чтобы кубики получились одного приблизительного размера, чтобы блюдо было красивым. Мы можем складывать потихоньку в форму. Аккуратненько, ровным слоем мы закрываем печень картошечкой. Потом сверху мы положим лук и приступим к приготовлению соуса. Итак, блюдо у нас получается достаточно эстетически приятным, надеюсь, что вкусным. Мои дети очень любят мясо и картошку, а вот молоко и кашу они как раз вообще не любят. Поэтому я хочу одним ударом, как говорится, убить двух зайцев. Я использую мясо и картошку, но заправляю всё это сливочным соусом. И теперь нам нужно почистить и порезать морковку. Морковку мы порежем треугольными пластиночками, чтобы поддержать форму наших остальных ингредиентов. Варёные овощи режутся легко. Безусловно, мы добавляем в соус сахар, но если вы хотите сделать его более сладким насчёт морковки, то вы можете просто добавить её побольше. Итак, морковка порезана и выложена в форму. Теперь мы положим лук и приступим к соусу. Теперь нам нужно поставить сковородку на плиту, вложить туда кусочек сливочного масла, заранее приготовленный. Возьмём муку, сахар и соль. Обычно муку обжаривают до золотистого цвета, но поскольку у нас рецепт детский, мы не будем этого делать, а ограничимся быстрым обжариванием. Аккуратненько растираем муку сливкой для получения однородности соуса. Теперь нам нужно добавить сахар и соль. Соус практически готов. Теперь нам нужно полить им наше блюдо. При желании лук можно заранее спассеровать, для того, чтобы он был ещё более мягким. Но я всё-таки рассчитываю на то, что он у нас приготовится. Соус нужно распределить по нашему блюду. И теперь нам нужно потерять сыр. Натеряем его на тёрке. Сыр можно взять как достаточно жирный, так и менее жирный. Аккуратненько высыпаем сыр и распределяем его равномерно по всей поверхности. Теперь нам нужно поставить блюдо в духовку. Мы оставляем его на 20 минут, после чего оно приготовится. Печень в сливочном соусе. Отварить печень, морковь и картофель. Для соуса, обжаренную на сливочном масле муку, залить сливками, добавить соль, сахар и немного прокипятить. Печень, нарезанную маленькими кусочками, выложить в форму, засыпать кубиками картофеля, дольками моркови, залить сливочным соусом, посыпать тёртым сыром и запечь в духовке. Наше блюдо всё подрумянилось и приготовилось как надо. Сегодня мы приготовили вот такое замечательное, очень красивое и вкусное, надеюсь, блюдо. Я думаю, что вы возьмёте его на вооружение, а в следующий раз мы приготовим. Надо сказать, что курица приготовилась великолепно. Овощи вот в хорошем состоянии, то есть они не разварены, но совсем же в пюре. Тем не менее прошли термическую обработку, и людям, у которых есть сложности с пережёвыванием пищи, вот они вполне годятся в пищу. Хозяйка, конечно, проявила недюжинное благоразумие, экономический талант проявила свой, потому что она на 500 рублей смогла купить и приготовить великолепный питательный обед, который очень полезен. Он богат белком, богат витаминами. Вот здесь есть также злаки, да, видела ваш пресный хлеб, не дрожжевой, тоже очень полезен. Вот есть лимон, источник витамин С. Продукт хорошо усваивается будет, потому что здесь, видите, есть и блюдо из мяса курицы, курица является диетическим продуктом, здесь право, ну, кожу вы сняли, правильно сделали. А вместе с овощами, которые улучшают процесс пищеварения, я думаю, что этот обед будет хорошо усваиваться. Спасибо, Татьяна, спасибо, Евгения. Теперь мы идём в гости к шеф-повару Игорю Баронкину. По пути ещё раз навестим звёздного повара. Это картофель отварной, это свежие огурчики с грядочки, это редисочка, это зелень. Как можно, мне кажется, больше для окрошки. Чем больше зелени, тем лучше. Это варёные яйца, квас, майонез. И самое необычное и неожиданное, наверное, здесь, в этом салате, рыба. И рыба не простая, а вобла. Начинаем с картошечки. Желательно всё резать очень мелко. Тема продуктов, кстати, уже воспета в нашей группе. В первом альбоме есть замечательная песня «Соль и сахар». Вот во втором альбоме есть песня «Горький шоколад». Есть песня «Капучино». Я проявила ещё в пятилетнем возрасте. Я никогда не присматриваюсь при выборе покупки продуктов на калории. Всегда ем то, что хочу. Я очень люблю себя баловать всякими вкусностями. Не всегда, конечно, это хорошо отражается на моём теле. Но зато пару-тройку часов в спортзале, и всё в порядке. Ну вот, пришло то долгожданное время, когда нам придётся расправиться с этой замечательной, чудесной астраханской воблачкой. Её желательно резать очень-очень мелко, вдоль. Я думаю, с воблой тоже переусердствовать не стоит. Мы ограничимся вот половинкой тушки. Ну а теперь в финале мы добавим зелени. Зелени добавлять рекомендуется как можно больше. Всё моё детство прошло в деревне, и вся сельскохозяйственная тема. Получился великолепный салатик. И одним движением руки салат превращается в первое блюдо, в окрошечку. Вторым движением руки мы добавляем майонезик. И наше необычное блюдо под названием «Окрошка по-астрахански» готово. Побалуйте себя, побалуйте свою семью. С вами была я, Ирина. Да, и я тоже схвачу ложечку. Надо сказать, что профессионал проявил гораздо больше фантазии. В общем, обед, скажем, более разнообразен. Здесь присутствуют и грибы, и куриное мясо, и овощи, и даже яйца перепелиные. Наверное, повар немножко схитрил, потому что на 500 рублей сложно закупить таких продуктов. То есть вы видите, показали мастер-класс. Обед получился великолепный. Немножко тяжеловат, потому что много жареных продуктов. Всё-таки в виде бульона, там, как-то суп такого, это было бы более полезно. Тем не менее, он питательный, он разнообразный. Сложно мне дать преимущество тому или иному участнику. Ну, придётся.